Самарцев В Перми началась работа конференции «Развитие городских агломераций» как элемент государственной политики России. В ней принимают участие представители правления Всероссийской ассоциации местного самоуправления. В работе участвуют 12 регионов. Основная тема докладов – развитие территорий через агломерации. Итогом станут выработанные предложения для внесения изменений в федеральные нормативные акты. Доклад о развитии Самарско-Тольятинской агломерации в контексте местного самоуправления представляет первый замглавы Самары – Максим Харитонов. Самарско-Тольятинская агломерация является третьей по величине в стране – после Московской и Санкт-Петербургской. На ее территории успешно работают особая экономическая зона и технопарк «Жигулевская долина». В рамках развития агломерации завершается строительство комплексов Рунтинского моста. Строится мост через Волгу в районе Тольятти. Развивается железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти. Проектируются мультимодальные транспортно-пересадочные узлы в Самаре. Еще одним важным направлением в модели агломерации является внутренний туризм, который активно развивается. Самарский регион стал одним из первых, кто оформил агломерацию документально, пишет в телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. В Октябрьском районе состоялся семинар-тренинг для председателей Советов многоквартирных домов. Основная задача семинаров – познакомить председателей Совета МКД с информационным порталом ГИС ЖКХ, изменениями законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих сферу ЖКХ, научить проводить общие собрания собственников жилья и правильно заполнять документы в рамках закона. По окончании семинара председатели Советов домов получили консультации по интересующим вопросам, информирует телеграм-канал администрации Октябрьского района Самары. Администрация Советского района приглашает жителей на вакцинацию от гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжа и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые, старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и другие категории населения. Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже сделали одну из прививок, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв. Не менее одного месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова